Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня в рамках беседы для библейского интернет-портала экзегет.ру мы поговорим об одной из самых сложных и дискутируемых проблемах. Это проблема свободы. Эта проблема настолько сложна, что при обсуждении ее возникали различные ереси. А в XVI веке на Западе произошел даже серьезнейший раскол. Возникла реформация, одной из причин которой был как раз и диспут по поводу свободы. Свободен ли человек или он полностью предопределен Богом? Лютер утверждал, что человек полностью предопределен, не соглашаясь с учением католической церкви. И поэтому произошел такой вот разрыв в западном мире. Давайте же попытаемся узнать, какова же позиция православной церкви по этому вопросу. Исходным моментом для нас будет фраза самого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который в Евангелии от Иоанна сказал «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». В этой фразе мы видим два аспекта. Свобода достижима. То есть свобода – это цель нашей жизни. Но мы можем быть и несвободными, если не познаем истину. То есть можно находиться как в рабстве, так и в истине. Вопрос о свободе был поднят еще в самые первые века существования христианства. Поводом для этого послужила проповедь британского монаха Пелагия, который, приехав в Рим, который был в то время уже столицей христианской Римской империи, ужаснулся тому, что, надеясь увидеть в Риме благочестивых христиан, он увидел там грешников, которые даже не собираются каяться, которые оправдывают свои греховные поступки тем, что все предопределено, Адам и Ева согрешили, и после грехопадения природа человека была изменена, так что человек не может не грешить. И поэтому отсюда простой вывод. Люди начинают грешить, не собираясь каяться, не собираясь исправляться. Пелагий выступил с проповедью, которая имела огромный успех у настоящих христиан, которые тоже видели ненормальное состояние такого общества. Главное направление проповеди Пелагия состояло в том, что ведь человек должен делать добро, и именно за это Господь удостоит его Царства Небесного. Если же человек будет делать зло, тогда его ожидают адские мучения. Добро или зло? Что сделает человек? Это зависит от его свободного выбора. Конечно, эта проповедь абсолютно правильна, и не случайно, совершенно справедливо с Пелагием согласились многие христиане. Однако некоторые, например, святитель Амвросий Медиаланский, и особенно блаженный Августин, увидели в этой, на первый взгляд, справедливой проповеди Пелагия серьезную ошибку. И ошибка эта носила прежде всего философский характер, характер понимания того, что же такое свобода. По Пелагию выходит, что свобода – это просто выбор. Если я выбираю, то я свободен. Если я не выбираю, то я не свободен. Но человек не может не выбирать. Таким его сотворил Бог. Я всегда выбираю, неважно, в какой ситуации я нахожусь. В раю Адаму и Еве были даны заповеди, которые они должны были исполнять. Например, не вкушать от древа познания добра и зла. Следовательно, Бог предполагал, что они могут нарушить эту заповедь, потому что они имеют выбор, то есть свободны. После грехопадения, после изгнания Адама и Евы из рая, человек все равно остался свободным, иначе бы не призывали пророки, свой народ к покаянию и так далее. Христос, придя в мир, тоже был свободным как человек. Ученики его были свободны, иначе бы не отошел от Господа предатель Иуда. И так далее, в любой ситуации. И сейчас, в церкви ли находится человек, вне церкви, крещен он, не крещен, он всегда имеет свободу, потому что он всегда выбирает. И отсюда уже мы видим, какой вывод напрашивается из этого учения Пелагия. Если человек всегда в любой ситуации свободен, и всегда отнесет ответственность за свой выбор, то тогда какую же роль играет грехопадение, пришествие в мир Иисуса Христа, таинство, церковь и так далее. Получается, что никакую. Человек сам отвечает за свои дела, за свои поступки, и поэтому сам может достичь спасения. А первородный грех, по сути, никак не изменил природу человека. И церковь поэтому здесь тоже не нужна, ведь вне церкви человек тоже может делать добрые дела. Вот из простого, казалось бы, на первый взгляд понятного и правильного понимания свободы как выбора происходит серьезное догматическое искажение. Первородный грех не изменил природу человека. Христос – это всего лишь учитель. Церковь не является необходимой для спасения человека. Да, она желательна, потому что в церкви человек общается с хорошими людьми, которые научат его добрым делам. Но не более того. Августин же обращает внимание на то, что Господь – это спаситель. И поэтому в пришествии в мир Иисуса Христа заложена самая главная задача. Без Христа спасение невозможно. А что такое спасение? От чего должен спастись человек? И церковь нам отвечает. Человек должен спастись от рабства, от рабства греху. И тогда, когда он будет избавлен от рабства греху, тогда он и станет свободным. Именно это и говорит Господь в этой фразе. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». В чем же ошибка Пелагия? Ошибка, как объясняет Августин, в определении, в понимании свободы. Ведь, да, конечно же, свобода – это выбор. Но выбор – это всего лишь проявление свободы. На самом деле, понятие свободы гораздо глубже. Точнее, правильнее сказать так. Выбирает свободное существо. Камень, лежащий на дороге, не выбирает, потому что он не свободен. Он подчиняется всем законам природы. Человек же в некоторых ситуациях может поступать независимо от обстоятельств. Конечно, человек, будучи телесным, сотворенным существом, также подчиняется законам природы, и тело его не свободно. Человек не может летать, дышать под водой и так далее. Но у него есть душа. Душа, которая не подчиняется материальным законам, потому что душа сама нематериальна. И поэтому она и обладает независимостью от материальных законов. Поэтому душа и свободна. Именно в ней, в душе, и коренится тот источник нашей независимости от ситуации, в которой мы оказались. В одной и той же ситуации один человек может согрешить, а другой поступить правильно. Кто-то может поддастся на какой-то соблазн и, скажем, украсть. У него будут вполне на это серьезные основания. Он потерял работу. У него дети, которых нужно кормить. И он украдет еду. Вполне может быть оправданно. А другой человек скажет, нет, нельзя. Нельзя – это грех. Ибо Господь нам сказал в заповеди – нельзя воровать. Это неправильно. Это греховно. Поэтому человек в данной ситуации проявляет свою независимость. Вот это и есть главное определение свободы. Некоторая независимость. Антологическая, бытийная независимость. Наличие свободы в человеке, которая проявляется в плане ответственности, моральной, нравственной ответственности. Ведь это же факт. Никто из нас не будет спорить, что человек нравственен. Нравственен в том смысле, что он отвечает за свои поступки. Одни поступки мы называем добрыми, правильными, а другие поступки мы называем злыми, греховными. Так вот, этот факт нравственности, нравственной ответственности и подтверждает наличие в человеке нематериальной природы, а именно души. Но в нашем поврежденном состоянии, состоянии, поврежденным первородным грехом, человек все-таки не совсем свободен. Вот эту мысль блаженного Августина развил впоследствии великий, восточный, уже византийский богослов, отец церкви, преподобный Максим Исповедник, который разработал учение о двух волях в человеке – о природной и гномической. природная воля в человеке – это тот образ Божий, который в человека остался даже после грехопадения. Человек не может не быть свободным. Это свойство нашей природы, указывает преподобный Максим Исповедник. Но что именно мы выбираем? Вот это уже зависит от каждой конкретной личности. Один выберет грех, другой выберет праведность. Вот эту волю, зависящую от конкретного выбора каждого конкретного человека, преподобный Максим Исповедник называет гномической. Вот именно гномическая воля, она и ведет нас ко греху. Но истинная воля, как бы низко человек не пал, осталась неповрежденной. Природная воля в нем есть, потому что у человека есть образ Божий. И отсюда главный вывод. А есть ли какие-то степени свободы? Можно ли стать более свободным или менее свободным? Собственно, в этом и состоит смысл и задача подвига, того подвижничества, к которому призван каждый христианин. Подвиг, то есть человек должен заставить себя, подвигнуть, сделать то, что ему трудно. То, от чего он находится в зависимости. А от чего мы находимся в зависимости? Мы находимся в зависимости от греха. Мы рабы греха. И именно от этого рабства греху и должны мы освободиться. Именно для этого и пришел в мир Господь наш, Иисус Христос. Поэтому настоящая свобода – это независимость. Вот здесь опять хочется вернуться к той полемике Августина с Пелагием и его сторонниками. Блестящий вопрос задает Августин. А Бог свободен? И на этот вопрос пелагиане ответить не могут. Потому что, с одной стороны, если свобода – это выбор, в крайнем случае это выбор между добром и злом, то, утверждая, что Бог свободен, мы тогда утверждаем, что Бог может согрешить, сделать зло. А если мы скажем, что Бог не может согрешить, но тогда Он не свободен, и тогда Он не является личностью, что первый, что второй выбор явно никак не соответствует христианству. Бог есть личность, и поэтому Он свободен. Но Бог безгрешен. Он не может согрешить. Как же это понимать? А понимать надо именно в том плане, в каком и говорит Августин, Максим Исповедник и последующие христианские философы. Свобода – это независимость. Абсолютная свобода – это полная независимость Бога, который не зависит ни от чего, который мир сотворил, и поэтому Он не зависит от этого мира. Он не принадлежит этому миру. Поэтому Он и свободен в абсолютном, настоящем смысле этого слова. Человек – тварное существо. Он имеет свободу, будучи образом Божиим. Но, будучи слабым подобием Бога, мы попадаем в рабство. Мы попадаем в рабство нашим страстям, нашему телу. Мы поэтому потеряли свободу в первородном грехе. И когда Христос приходит в мир, и, самое главное, после того, как Он создает церковь, мы, наконец-таки, можем приобрести свободу. Правда, здесь возникает еще одна трудность, и наши оппоненты очень любят ей пользоваться. Но ведь Бог – всемогущий, Бог находится выше пространства и времени, поэтому спасение предопределено. И создавая церковь, и человек, получая в этой церкви благодать от Бога, фактически становится предопределенным ко спасению. Вот так думал, например, Лютер, Кальвин и многие другие протестанты. Однако православная церковь не соглашается, потому что, ну, отсюда делается очень страшный вывод. Если Бог предопределил кого-то ко спасению, а кого-то к осуждению, то как мы можем тогда осуждать поступок какого-то человека, утверждая, что это Он Сам свободно поступил? По этой логике получается, что не человек поступил так, а Бог его предопределил. Но Бог не может предопределить ко злу. Бог, который есть любовь, который есть абсолютное благо, как Он может предопределить ко злу? Поэтому нет. Православная Церковь утверждает, что человек свободен. Но вот это сложное противостояние свободы и предопределения, оно и решается посредством такого разделения на природную и гномическую воли, которую сделал преподобный Максим Бесповедник. Мы по своей природе свободны. Но каждый раз, надеясь на себя, на свои силы, на свои знания, не полагаясь на волю Божью, не полагаясь на знания нашего духовника, на знания Церкви, мы, как правило, поступаем греховно. Вот в этом смысл связи гномической воли с нашей зависимостью от греха. Наша слабость, наше незнание последствий, к которым приведет наш свободный выбор. Поэтому гномическая воля, утверждает преподобный Максим, всегда ведет ко греху. А что же делать, чтобы все-таки поступать праведно? А для этого нужно довериться Богу. Для этого Господь и создает Церковь, и дает нам утешителя, Духа Святого, через которого мы получаем благодать. Благодать ни в коем случае нельзя понимать, как некоторую силу, без согласия человека, ведущую ко спасению, насилующую человеческую волю. Нет. Благодать – это та сила, та божественная энергия, которая дает человеку силы. Вот давайте попробуем представить, может ли человек, если он заболел, и, допустим, тяжело заболел, выздороветь. Он хочет выздороветь, но у него высокая температура, у него нет никаких сил. Но если врач пропишет ему таблетки, то через какое-то время он почувствует вновь себе силы. Вот это действие таблеток на больного человека можно условно сравнить с действием благодати. Благодать дает человеку силы, дает человеку знание истины. И зная истину, полученную от самого первого непосредственного источника от Бога, имея силы следовать за этой истиной, то есть совершить подвиг, подвигнуть себя, подвигнуть – это делать всегда трудно, поэтому следование добру – всё-таки труд, и для этого нужны силы, часто несозмеримы с нашей природой, падшей, греховной, зависящей от наших слабостей. И когда мы получаем силы от Бога, силы в той самой благодати, которая даётся нам в церкви, мы и можем исправиться, мы и можем стать более свободными. Поэтому церковь, благодать – не то, что лишают нас свободы, нет. Церковь даёт нам большую свободу, даёт нам силы и знания бороться с грехом. А ведь что такое грех? Почему мы говорим себя, мы рабы греха? А потому что мы подчиняем себя, подчиняем себя нашим страстям. Вот, например, опять же, можно привести какой-нибудь пример из нашей жизни. Когда наш оппонент, не христианин, смотрит на нас и говорит, ну, ведь вы же не свободны. Вот я что хочу, то и делаю. Я хочу, соблюдая пост, захочу, съем мясо. А вы лишены этого выбора. Вам приказано соблюдать пост. Вы не можете не ходить в храм. Вы не можете не причащаться, не исповедоваться. Вам запрещено разводиться. И так далее, и так далее. Мы, оказывается, находимся в плену различных запретов. Какая же это свобода? А я, продолжит наш оппонент, противник, полностью свободен. Что хочу, то и делаю. Но если поразмышлять, то на самом деле это он не свободен. Потому что не он делает, что хочет. А, например, если мне вдруг захотелось поесть мясо, сметаны во время поста, то почему мне это захотелось? Потому что моё тело, моё тело какими-то своими физиологическими механизмами потребовало мясо, потребовало сметаны, потребовало вообще еды. А человек скажет, нет, сегодня пост. А может быть, даже сегодня вообще строгий пост. И поэтому я отказываюсь, я возвышаюсь над своим телом. Потому что я не завишу от него. Поэтому человек, который думает, что он свободен, на самом деле он зависит от своих телесных привычек, от своего тела. А ведь что такое тело? Тело материальное. И будучи материальным, наше тело полностью подчиняется всем законам природы. И поэтому, когда я слушаю своё тело, тогда я и потеряю свою свободу. Тогда я подчиняюсь материальным законам, точнее, законам материальной природы. А когда я, наоборот, говорю телу, нет, сегодня, мы с тобой мясо есть не будем. А завтра мы вообще есть не будем, потому что церковь установила для этого дня строгий пост. Это, конечно же, тяжело. Для этого нужно набраться сил, подвигнуть. То есть это поэтому в церкови называют это подвигом. Заставить себя. А когда я могу себя заставить? Мы обычно в народе говорим, да, вот у такого человека сильная воля. А это называется свободой. Поэтому пост, если правильно осмыслить, это время свободы, а не время запретов. Церковь не даёт запреты. Церковь нам даёт правила жизни. Так же, как даёт нам правила жизни, скажем, уроки безопасности жизнедеятельности в учебном заведении. Нам никто не запрещает переходить дорогу на красный сигнал светофора. Пожалуйста, у тебя есть свобода. Если у тебя в голове ничего нет, ты можешь попасть под машину. Но если у тебя есть знание и есть понимание опасности ситуации, ты будешь всё-таки, наверное, следовать определённым правилам. Не будешь прыгать с пропасти вниз, зная, что законы тяготения неумолимы. Не будешь брать оголённые провода, зная, что законы электричества столь же неумолимы и так далее. Но, зная о правилах безопасности в материальном мире, мы совершенно забываем очень часто о правилах безопасности в мире духовном. Вот эти правила и дают нам заповеди. Вот для соблюдения этих правил и нужна нам благодать, которая даётся в церкви. И эта благодать даёт нам настоящую, более полную свободу. Но почему же тогда нам говорят наши оппоненты, «Но ведь вы же сами называете себя рабами Божьими, а тот человек, который хочет полностью посвятить себя Христу, становится монахом и даёт обет послушания, то есть отказывается от своей свободы». Значит, наверное, свобода – это плохо, если вы говорите, что вы рабы Божьи, даёте обет послушания. Нет. И здесь также нет никакого противоречия, потому что не только в Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит о свободе, но и послания апостолов, прежде всего апостола Павла, постоянно напоминают нам. «К свободе призваны вы, братья! Где Дух Господень, там свобода!» Вот к чему мы призваны – к свободе. А я называю себя рабом Божиим именно потому, что я послушно, свободно выполняю Его заповеди. Вот в этом и состоит моё рабство Богу. Не в том плане, что я, как раб, ни о чём не думаю. За меня думает мой Господин, а я, боясь наказания, выполняю Его приказы. Нет. В данном случае, как учит нас церковь, я соработник Богу. Раб – то есть в смысле работник. Точнее, соработник. Вот я вместе с Богом, конечно, под действием благодати, зная истину, дарованную мне в откровении, стремлюсь стать таким же совершенным. Ведь мы не должны забывать ещё одну заповедь, которую даёт нам Господь. «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный». Вот такая цель перед нами стоит – быть абсолютно совершенными. То есть стать настолько свободными от греха, что даже мыслью не допустить себе поступок какой-нибудь греховный. Вот здесь и можно увидеть то действие благодати в человеке. Вот, допустим, вспоминается одна шутливая фраза, сказанная американским писателем Марком Твеном, который, как известно, был заядлым курильщиком и как-то сказал, «Вот говорят, что бросить курить трудно. Да ничего подобного. Я бросал курить десятки раз». Конечно, великий писатель здесь пошутил. Шутка удачная, показывающая, что действительно бросить курить трудно. Он бросал, он пытался избавиться от этой вредной привычки. Он понимал, что привычка вредная, но сил было недостаточно. И поэтому он находился в рабстве у этой вредной привычки. Но представим себе человека, который действительно захотел бросить курить. У него появилось желание, у него есть сильная воля. Он хочет, и он каждый день с трудом, с огромным трудом преодолевает свою тягу к курению. Мы видим, что он свободен, в какой-то мере свободен от этой дурацкой привычки. А через год, через два, когда он наконец-таки полностью избавится от этой привычки и почувствует себя гораздо лучше, гораздо здоровее, уйдет какой-то кашель, уйдет слабость и прочие последствия курения, он подумает, ну как же я мог когда-то курить? Мне даже мысли сейчас нет затянуться сигаретой или папиросой. То есть свобода его, независимость от этой привычки стала еще больше. Вот к этому и призваны мы все. К такой свободе мы призваны, говорит нам апостол Павел. К полной свободе от греха. Когда мы не то что с трудом, стремясь избавиться от наказания, чтобы не попасть в ад, или стремясь получить награду, чтобы попасть в рай, а именно с любовью к Богу, понимая, что грех – это абсолютно противно Богу, и поэтому противно нашей природе. вот тогда мы и достигаем гораздо большей свободы. Оказывается, вот здесь мы видим, как ошибка Пелагия проявляется в настоящей полной мере. Ведь по Пелагию, как мы помним, свобода – это просто выбор. Человек или грешит, или совершает доброе дело. Или он несвободен, как, например, какая-нибудь железяка или камень. Свобода она или есть, или ее нет. Но церковь, устами отцов церкви, особенно таких, как Блаженный Августин и преподобный Максим Исповедник, учит о том, что свобода может быть больше или меньше. Мы можем быть более зависимы от греха и приобретать эту независимость. И задача, которую нам поставила сама церковь – стать полностью независимым от греха. Полностью, так же полностью независимым, как Бог. Поэтому монах и дает обет послушания. Но послушание не бездумного, а послушание знающего, понимающего. Того послушания, которое дает силу человеку. Поэтому обет послушания – это обет быть свободным от греха, свободным от своих каких-то мелочных желаний, стремления стать более и более совершенным. Можно, опять же, привести здесь сравнение с более понятными для обычного человека примерами из нашей жизни. Философы тоже на эту тему часто рассуждали. И всем нам известна такая фраза – «Свобода есть познанная истина». Очень часто эту фразу искажают. Говорят, свобода есть осознанная истина. Это неправильно. Спиноза, Гегель, Ясперс, русские философы Соловьев, Хомяков говорили о познании истины, а не только о сознании, о ее существовании. И когда мы познаем истину, мы действительно становимся более свободными. Ну, например, человек всегда хотел летать. Но если он просто возомнит себя царем природы и скажет, а чем я хуже птиц? Я тоже сейчас прыгну с высокой горы и полечу. Конечно, он полетит вертикально вниз с печальным исходом. А если он поймет, что он раб природы, не он господин законов, а он подчиняется законам, но если он умный раб, если он узнает, что есть законы тяготения, есть законы аэродинамики, произведет некоторые математические расчеты, он может создать воздушный шар, создать самолет, он не станет господином над законами природы. Нет, он познает эту самую необходимость законов, и он приобретет большую свободу. Точно так же и с любыми другими законами природы. Мы сейчас гораздо более свободны, чем люди, жившие сто лет назад. Мы можем разговаривать, находясь на огромном расстоянии друг от друга, мы можем узнавать новости, можем плавать под водой при помощи аквалангов или подводных лодок, и так далее, и так далее. Недостаток этой философской концепции лишь в том, что она утверждает существование полной необходимости. Свобода, говорят эти философы, есть познанная необходимость. Но почему только необходимость? Эта концепция сужает наше представление о мире. Ведь мир состоит не только из необходимой материальной действительности. В мире есть еще и духовное начало, одним из проявлений которого является наша душа. Поэтому, говоря «и познаете истину, и истина сделает вас свободными», Господь фактически говорит нам, если перефразировать эту фразу философски, «свобода есть познанная истина». Не только законы тяготения или законы аэродинамики, но и заповеди Моисеевы, заповеди блаженства, мы их тоже должны знать. Если мы будем знать их, исследовать им, мы точно так же станем более свободными. Поэтому, когда нам наши оппоненты говорят «христианство», «церковь» – это совокупность различных запретов, вам нельзя... Ну, ладно, хорошо, согласимся, воровать – это действительно плохо, убивать – это вообще ужасно. Но почему нельзя разводиться? Почему сказано «нельзя прелюбодействовать»? Прелюбодействовать – это уже слишком. Это уже полное нарушение нашей свободной воли, говорит современный человек. А ведь это действительно тоже истина, если это сказал Бог. И поэтому, если нам сказано, нельзя прелюбодействовать, нельзя блудить, нельзя разводиться, если ты соединен со своим мужем или со своей женой браком. Хотя, может быть, тебе надоел твой спутник жизни. Может быть, жена кажется уже не столь красивой и умелой хозяйкой, а муж оказывается не столь умелым хозяином. Но не подчиняйся своему гневу, не подчиняйся своей раздражительностью. Опять же, набери сил. Пойми, что здесь ты должен проявить себя точно так же свободно. И знание, дарованное нам в заповедях, что это есть истина, нельзя грешить в этом плане. Дает нам и силы, и дает нам понимание того, что здесь мы тоже идем по безопасному пути. Таким образом, христианство, можно сказать так, это не то, что не является религией, несущей человеку различные запреты. Христианство несет человеку свободу. Оно призывает человека к свободе. Оно дает ему силы для того, чтобы человек эту свободу получил. Оно помогает ему получить эту свободу. Оно дает ему знание, как этой свободой распорядиться. То есть, христианство – это религия свободы, настоящей свободы, подлинной свободы, не свободы своего «я», своего мнения. Человек должен отказаться от своего мнения, чтобы познать истину. Только истина приведет его к свободе. А свое собственное мнение, которое зависит от его сиюминутного состояния, часто приводит ко греху. Поэтому давайте следовать этой заповеди, познавать истину. И она сделает нас свободными. Продолжение следует...